Медициной интересуются поголовно все. Сначала это любопытство, связанное со строением человека, потом это физиология, гормоны и рождение детей, а потом, увы, болезни. Так с каждым прожитым годом человек не только пополняет ассортимент своей домашней аптечки, параллельно он стремится стать многопрофильным специалистом, как в области своего личного здоровья, так и в медицине в целом. Не является ли это ошибкой? Наша программа готова ответить на любые, даже самые сложные вопросы. Доподлинно известно, что великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин в женской красоте особенно выделял маленькую ножку и посвятил этому немало прекрасных строк. Но, тем не менее, первые дошедшие до нас строки будущего гения, а тогда еще лицеиста Саши Пушкина, звучат так. Здравствуйте! Сегодня темой нашего разговора будет именно женская грудь. Но рассматривать мы ее будем не с поэтической, а с медицинской точки зрения. И прежде чем начать нашу беседу, предлагаю небольшую анатомическую справку. Любовь мужчины к женской груди обусловлена генами. Психологи утверждают, женская грудь с младенчества и на всю жизнь фиксируется в подсознании мужчины как символ безопасности, телесного и психологического комфорта. Физиологически грудь или молочная железа начинает интенсивно развиваться в возрасте 12-16 лет, когда усиливается функциональная активность коры надпочечников и половых желез. Иногда это происходит и раньше, но это уже физиологические особенности отдельно взятого человека. В это время особенно важно оберегать ее от травм и ушибов. Следующий этап 25-40 лет. Это, собственно, репродуктивный период, когда женщина готова воспроизводить потомство, рожать, кормить грудью. Именно тогда грудь полностью сформирована. В ней находится много железистой ткани, где вырабатывается и продуцируется молоко. Основная функция молочных желез – синтез и секреция молока. А строение и функция молочных желез существенно меняются при различных этапах менструального цикла, беременности и лактации. Итак, давайте знакомиться. Сегодня в гостях у тела человека врач-чирург-онколог, заведующий онкологическим мамологическим отделением Гомельского областного онкологического диспансера Александр Леонидович Леонков. Здравствуйте. Добрый вечер. И сегодня традиционно в нашей студии двое студентов Гомельского государственного медицинского университета, которые будут нам помогать. Это Ольга Пендрикова и Ренат Беридзе. Здравствуйте. Ребята, давайте мы с вас и начнем. Я хочу задать вам наш сегодняшний первый вопрос. Он будет состоять из двух частей. Кто на какую часть отвечает, выбирайте сами. А звучит он так. Какие методы диагностики заболеваний молочной железы вы знаете? И какой прибор в начале 19 века был изобретен благодаря этой части женского тела? Ну, пока вы будете обдумывать, готовить свой ответ, мы, Александр Леонидович, начнем с вами нашу беседу сегодняшнюю. Скажите, пожалуйста, вот такая некоторая путаница. Мамология, онкология. Почему в названии вашего отделения есть и то, и другое, и все-таки правильно обращаться с заболеваниями молочной железы к врачу-онкологу, мамологу? Вот как поставить здесь точки над «и»? Ну, в первую очередь нужно разделить понятия. Есть онкологическая патология молочных желез, и есть, скажем так, более гинекологический профиль. Онкология занимается объемными образованиями, как злокачественными, так и доброкачественными. А гинекологи, так как они занимаются проблемами репродуктивного возраста, проблемами гормональных заболеваний у женщин, занимаются другой патологией, той же самой диффузной мастопатией, мастодиниями, масталгиями. Отсюда и происходит такое разделение. Но, к сожалению, любая, даже доброкачественная патология молочных желез всегда имеет риск перейти в онкологию, либо в доброкачественную опухоль. Поэтому зачастую онкологи все-таки сталкиваются и с женщинами, которые обращаются в первую очередь к гинекологам. Но мамолог – это все-таки гинеколог по профилю специальности врач или онколог? Или и тот, и другой может быть мамологом, пройдя специализацию? Ну, если говорить откровенно, такой специальности в перечне должностей в нашей стране не существует. Просто выделили специалистов из тех же, допустим, врачей-онкологов-хирургов, которые специализируются на специальном лечении опухолей молочных желез и доброкачественной патологии. И то же самое произошло и среди гинекологов. Были выделены специалисты, которые занимаются именно узконаправленной данной проблемой. Ну, известно, что соотношение заболеваемости молочных желез у мужчин и у женщин примерно 1 в 135. То есть мужчины гораздо реже заболевают. Обращаются ли к вам мужчины и с какой проблемой чаще всего? Ну, помимо рака грудной железы у мужчин, действительно, соотношение так оно в среднем и есть. В нашей области тоже. В прошлом году выявлено около 700 первичных раков молочной железы у женщин и всего 7 у мужчин. Так оно в среднем и получается где-то 1 к 135. Но не надо забывать, что у мужчин есть такая предопухолевая патология. Это гинекомастия, которая клинически выглядит также объемным образованием в области грудной железы и нуждается в достаточно серьезном, в том числе и хирургическом лечении. И все-таки в большинстве случаев к мамологу обращаются женщины. Скажите, пожалуйста, с какими основными проблемами приходят пациентки? Ну, если говорить об онкодиспансере, то в основном это, конечно, наличие объемного образования в груди. Либо пальпируемого, то есть прощупываемого, либо выявленного при УЗИ-обследовании, либо при маммографии. Ну, конечно, приходят и женщины, у которых болевой синдром. Иногда бывают женщины с дополнительными долями молочных желез. Мы тоже помогаем решить эту проблему. Но в основном это, конечно, очаговая патология. Мамология активно развивается сегодня. И, к сожалению, благодаря тому, что это рак молочной железы, который, в общем-то, находится на лидирующих позициях среди всех онкологических заболеваний. Действительно ли это так? И почему? С чем вы это связываете? Да, действительно, рак молочной железы у женщин занимает первое место. И стремительно растет. Если посмотреть прирост заболеваемости ежегодно, то он значительный. Я уже упоминал, что около 700 случаев было выявлено в прошлом году. Если посмотреть по области позапрошлый год, 2015 год, то ежегодно прирост около 50 первичных случаев. Это достаточно много для онкологических заболеваний. Почему растет? Ну, причин очень много. Я думаю, мы поговорим и о факторах, вызывающих рак молочной железы. Ну и, конечно, нужно учитывать, что постарение населения тоже играет свою роль. Экология, погрешности в диете, стрессы, темп нашей жизни. Все играет свою роль. Везде в мире одинаково растет эта патология? Или это как-то характерно для нашей страны или европейских стран? Рост заболеваемости рака молочной железы характерен для всех индустриально развитых стран. Это и Соединенные Штаты, и Канада, и Великобритания, и Франция. К сожалению, мы относимся к этой же категории государств. Меньше болеют в Африке. Удивительно. Несмотря на то, что более бедная страна. Уровень развития. Юго-Восточная Азия. То есть это удел, это более развитые государства именно индустриальных. Я думаю, что у ребят было достаточно времени. Мы сейчас услышим, какие ответы они подготовили на заданные мной вопросы. Какие методы диагностики применяются для того, чтобы установить заболевания молочных желез? И какой прибор в начале 19 века был открыт благодаря женской груди? С кого мы начнем? С меня. Да, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Методов диагностики молочных желез достаточно много. У каждого свои показания и противопоказания. Однако, краугольным камнем диагностики является полипация. При помощи этого метода можно выявить наличие и локализацию различных уплотнений разного генеза. И данный метод поставлен на поток и применяется при ежегодной медицинской комиссии. К тому же, один из распространенных методов диагностики является маммография. Она бывает как с контрастированием, так и без контрастирования. Это разновидность рентгенографии. И при помощи этого метода можно выявить наличие очаговой или диффузной патологии, отложение кальция. Но при этом, если новообразование находится около молочных желез или женщине до 35 лет, когда ткани молочной железы достаточно плотные, то маммография в этом случае не выявит новообразование. И женщину направляют на УЗИ. И при ультразвуковом исследовании также можно выявить различные новообразования. Можно определить характер. Это киста или это опухоль. Но нельзя говорить о качестве. Это злокачественная опухоль или доброкачественная опухоль. В данном случае пациентку назначают на биопсию для цитологического исследования. К тому же ультразвуковое исследование применяется в динамике заболевания. Смотрят, помогает ли лечение и не распространяется ли дальше заболевание. Ну что же, я думаю, что Оля дала достаточно полный хороший ответ. Но, Ренат, вам достался вопрос уже про прибор. Какой же прибор? Что касается прибора, то благодаря молочной железе был изобретен стетоскоп. В переводе с греческого стетос – это грудь, а скоп – это смотрю. Дело было так. В начале 19 века французский врач Пренелла Энек был приглашен на осмотр юной особи. Потому что та жаловалась на боли в сердце. Но была проблема, точнее даже две. Первое. У девушки были очень пышные формы. И развита подкожно-жировая клетчатка. Поэтому сердце было бы очень плохо слышно. А второе. Энек считал, что прикладываться головой к груди обнаженной юной девушки – это некрасиво. И это не положено для врача. Поэтому он вспомнил, как, идя с работы, он увидел, что ребята играют в палки, бьют по бревну с одного конца, а другие ребята выслушивают стуки с другого конца бревна. И он быстро взял нотную тетрадь, сделал из нее полукруглый каркас, трубочку, и приложил ее к груди пациентки. И он был удивлен, что он слышал четкое биение сердца. Вот так был сделан первый стетоскоп. Ну, я думаю, что достаточно полные ребята ответили на мои вопросы. Александр Леонидович, ну, можем прокомментировать, все ли это методы исследования, которые применяются для диагностики заболеваний молочной железы? Ну, основные методы исследования названы. Единственное, я бы поменял несколько местами. Дело в том, что сейчас делается упор на раннее выявление рака молочной железы, то есть форм, которые еще не пальпируются. И пальпация все-таки не является основным методом для ранней диагностики рака молочной железы. Сейчас приоритет делается на маммографию. И маммография сейчас является основным скрининговым методом для выявления рака молочной железы, потому что разрешающая способность метода около 98%. Пока никто ничего лучше не придумал в соотношении пользы цена исследования, а позволяет выявлять действительно непальпируемые опухоли на уровне еще микрокальцинатов. Ну, наверное, же не всем молодым, например, женщинам маммография не рекомендуется проводить ее? Или все-таки это каждая женщина может пройти исследование? Рекомендуется маммографию выполнять при рутинной диспансеризации женщинам старше 45 лет. А до 45 лет что делать? Пока 5 лет все-таки упор делается на УЗИ, потому что действительно, я согласен совершенно, железистая ткань развита хорошо, и в этой ситуации разрешающая способность маммографии гораздо ниже. В этом случае УЗИ, конечно, выходит на первый план. Ну, есть такие методы еще, как МРТ, которые тоже выполняются и выполняются широко при уточняющем обследовании, но метод достаточно дорогой, дорогостоящий, поэтому в плане диспансеризации либо скрининга нецелесообразно его применять. Ну, давайте поговорим немножечко о факторах риска. Мы их частично уже упоминали. Какие все-таки основные факторы риска рака молочной железы? Ну, во-первых, нужно понимать, что генез рака молочной железы – это все-таки процесс, растянутый во времени. Во время развития опухоли, даже не во время развития опухоли, а пусковой механизм развития опухоли – это накапливающиеся во времени генные повреждения в клетках ткани молочной железы. Факторы, которые могут все это вызывать, они могут быть как внешними, так и внутренними. Ну, принято разделять на повышающие факторы риска и потенциальные факторы риска. Повышающий фактор риска – это возраст, потому что все-таки, конечно, чаще рак молочной железы встречается у пожилых людей в менопаузе. Пик приходится на возрастную категорию от 50 до 69 лет. Вот в этом возрастном промежутке наибольшая заболеваемость. Для молодых, для информации, у женщин младше 35 лет всего 10% встречается рак молочной железы, хотя наблюдается некоторый прирост у молодых. Мы проводили недавно анализ. У женщин младше 35 лет – это где-то полпроцента, ну, около процента в год. Следующий фактор – это, конечно, функция репродуктивной системы. Это гормональный гомеостаз, наличие либо отсутствия гинекологических каких-либо заболеваний. Играет свою роль и терапия некоторая, допустим, заместительная гормонотерапия. Безопасным все-таки считается не более двух лет. И в обязательном порядке под контролем врача. Сейчас широко применяются оральные контрацептивы. Так доказано, что бесконтрольный прием оральных контрацептивов 10 лет и более уже является фактором риска развития рака молочной железы. Потому что все-таки молочная железа – это гормонозависимый орган. Помимо этого, я упомянул генные мутации. Так вот, есть гены, отвечающие за развитие рака молочной железы. Это ген БРСА1 и БРСА2. Если существуют мутации в гене БРСА1, то риск развития рака молочной железы увеличивается на 44%. Если мутация в гене БРСА2 – на 85%. Ну и внешние факторы. Это ионизирующее излучение. Я не говорю про аварию на Чернобыльской атомной станции. Я все-таки больше делаю упор, в том числе и на медицинское обучение. На генологическое исследование, та же маммограмма, хотя и лучевая нагрузка достаточно маленькая, но все-таки она присутствует. Поэтому и есть ограничения по выполнению той же маммографии. До 60 лет все-таки рекомендуется, если нет никаких заболеваний, никаких проблем, раз в два года выполнять маммографию. А вот старше 60 уже тогда, да, так же, как регионологическое исследование грудной клетки легких раз в год. Ну и факторы питания. Особенно хочется выделить злоупотребление алкоголем. Ежедневное употребление алкоголя в эквиваленте 50 мл спирта чистого увеличивает риск развития рака молочной железы почти в два раза. Ну и если поговорить о потенциальных факторах риска, это диета в основном. Мясная, жирная пища, жареная – это все, что мы очень любим. То есть одно улучшаем, а другое очень страдает, причем так значительно. Вот диета тоже играет огромную роль в развитии рака молочной железы. Ну и хотелось бы упомянуть, если мы уже говорили о нашем быстротечном времени, женщины зачастую строят карьеру, и детородная функция иногда отступает на второй план. Ну и хотелось бы сказать, что молочная железа, она хоть и украшает женщину, но, как любой орган, она должна выполнять свою функцию. Основная функция – это вскармливание ребенка. И первые роды после 25 лет, аборты до первых родов, один или несколько. Поздняя беременность роды, нерожавшие женщины – они относятся к группе риска по развитию рака молочной железы. Есть о чем задуматься, я думаю, многим нашим телезрителям, даже нашим студентам. Скажите, пожалуйста, про возраст мы упомянули, что это фактор риска. В то же время сказали, что 50 лет – это момент, когда пациентки приходят уже с раком. И есть время вот это накопление генетического материала до момента диагностики. С момента начала опухоли до момента диагностики. Так с какого же все-таки времени женщине надо регулярно обращаться к мамологу? Или это с самого начала, так же, как к гинекологу? Или это более поздний срок, вы можете назвать, когда это уже будет как рутинное обследование? Ну, давайте определимся со следующим. Существует порядок диспансеризации женского населения. И из мотор молочной железы входит в ежегодный план обследования женщины. И это делает гинеколог. Если говорить об онкологах, то, во-первых, к онкологам уже обращаются с проблемой. Мы занимаемся диспансеризацией только онкологических больных. Конечно, тут основная тяжесть обследования женского населения ложится на привычную сеть. И в первую очередь на гинекологов. Раз в год любая женщина, приходящая либо в смотровой кабинет, либо гинекологу, в обязательном порядке должна осматриваться молочная железа. Что касательно инструментальных исследований, если нет никаких заболеваний, то достаточно выполнять УЗИ молочных желез женщинам до 40 лет раз в год. А женщинам после 45 лет, я уже говорил, мамография раз в два года, если нет никаких проблем, либо чаще по рекомендации врача. Женщинам старше 60 лет раз в год мамография. Ну и не забывать самообследование. Сегодня достаточно модно заниматься самодиагностикой, самолечением. И если говорить по другим заболеваниям, то врачи это не приветствуют. Но, наверное, самообследование молочной железы – это то, что приветствуют мамологи-онкологи. Действительно ли это так? Как это нужно проводить? Где могут познакомиться с этим женщины? Ну, действительно, мы это приветствуем. Единственное, необходимо понимать, что самообследование не является методом ранней диагностики. Это больше дисциплинирующая процедура для женщины. Если входит в практику раз в месяц осматривать себя и свои молочные железы, то есть шанс на более ранних стадиях выявить проблему. Хотя, если опухоль уже щупается, вы прекрасно понимаете, что это не нулевая, не самая начальная стадия. Хотя мы должны стремиться к тому, чтобы выявлять самую начальную стадию рака молочной железы. Как это делается и где познакомиться с методикой? В каждой консультации, если обратить внимание на стенды информационные в консультациях, есть плакаты, где показана методика осмотра, методика самообследования молочных желез. Как правильно делать это? Менструирующим женщинам раз в месяц в середине менструального цикла, ну, женщинам в менопаузе тоже раз в месяц осматривать себя. Спасибо. Ну, ребята, еще у нас есть о чем поговорить. И кроме вот таких серьезных онкологических проблем, есть вопросы эстетической медицины. Я тоже хочу задать вам один вопрос. Он будет состоять из двух частей. Кто на какую будет отвечать, выбирайте сами. А звучит этот вопрос следующим образом. Итак, когда была проведена первая операция по увеличению молочной железы, как она прошла, и второй вопрос, кому противопоказана данная операция? Ну, думайте пока. А мы, Александр Леонидович, с вами вернемся все-таки и поговорим еще об одном факторе риска, о котором вы не упомянули. Тем не менее, это достаточно часто встречается сейчас. Это модно загорать топлес. Не только молодые женщины, но и женщины в возрасте сейчас позволяют себе это. Насколько это с точки зрения онколога опасно? Ну, основная тема у нас – рак молочной железы. Но нельзя забывать, что помимо рака молочной железы существуют и другие злокачественные опухоли. В том числе и одна из самых злокачественных – это меланома. И длительная инсоляция, то есть облучение ультрафиолетом – это основной физический фактор, который вызывает загар. Вызывает меланома. Перерождение пигментных пятен, так называемых родинок, в ту же самую меланому. Поэтому говорить, что длительная инсоляция увеличивает риск развития рака молочной железы сложно. А вот рака кожи, меланома, плоскоклеточный рак, базалиома – да. То есть имейте в виду, что когда женщина загорает без белья, увеличение влияния солнечных лучей именно на что? На ореолу или, в принципе, на кожу? Сосок и ореолу. Да, то есть сосок и ореолу, да? Там, где есть пигментация. Пигментация. Именно это и опасно. То есть когда женщины прикрывают ореолу каким-то дополнительным материалом, это как бы правильный более загар, туплес? Ну, это более правильный загар, но не существует людей, у которых нет родинок. Понятно. То есть, в принципе, загар – это не полезно. Ну, это уже и не модно, насколько я знаю. Это уже и не модно. Ну что же, я думаю, наши телезрители нас тоже услышат и поддержат. Ну, ребята, давайте теперь поговорим о эстетической операции по увеличению груди. Что известно вам о ней? Ольга, пожалуйста. Первое упоминание об увеличении груди было датировано в 1889 году при использовании жидкого парафина. И это положило основу всему многообразию пластики груди. Женщины начали употреблять не только жидкий парафин, но также и каучук, жир, шерсть, слоновую кость. И все-таки в 1961 году, наконец-то, пластические хирурги изобрели силиконовый имплант. И уже через год была проведена операция. И она проведена успешно, без последствий. Отлично. Операция по увеличению груди – это полноценное хирургическое вмешательство, которое имеет и абсолютные, и относительные противопоказания. Что касается абсолютных, то это, конечно же, острые инфекции, даже ОРВИ. Сюда же мы можем отнести СПИД и венерические заболевания. Также абсолютным противопоказанием является рак любого органа и любой стадии. Сюда же отнесем беременность, отсутствие лактации менее полугода, обострение всех заболеваний хронических, например, заболевания гипертензии, сахарный диабет, бронхолигочные расстройства. Но немаловажно, это несовершеннолетние молодые девушки, которым по закону делать это запрещено. Что касается относительных противопоказаний, то это доброкачественные опухоли. В данном случае разбирается каждый случай отдельно, с отдельной пациенткой. Это хронические заболевания вне компенсации. И это хронические инфекции, которые передаются через кровь. Это гепатиты и ВИЧ. Но в данном случае подвергается риск не пациентка, а скорее даже медработник. И что хочу сказать, что каждый случай отдельно рассматривается и врачом, и пациенткой. Взвешиваются все плюсы, все минусы и выбирается решение данной ситуации. Спасибо за ваш ответ. Александр Леонидович, ну что, много ребята говорят, много знают. Скажите, пожалуйста, все ли назвали в плане противопоказаний к пластике молочной железы? Практически все. То есть так оно на самом деле в практике обстоит? Я бы еще добавил психическое заболевание. В конце нашей программы мне хотелось бы, чтобы мы какое-то пожелание, рекомендации дали нашим телезрительницам. Что бы вы им пожелали? Ну, во-первых, пожелал бы здоровья. Не забывать о том, что проблема опухолей, и не только злокачественных, но и доброкачественных в молочной железе существует. Не лениться раз в месяц все-таки заниматься самообследованием. Не забывать, что существуют инструментальные методы обследования молочных желез. Но слушаться врачей и любить себя. Спасибо большое. У нас в гостях был врач-хирург-онколог, заведующий онкологическим и мамологическим отделением Лианков Александр Леонидович, и студенты Гомельского медицинского университета Ольга Пендрикова и Ренат Беридзе. Спасибо, ребята. Нашу сегодняшнюю программу мы поэтично начали со строк Александра Сергеевича Пушкина. Предлагаю им же и закончить. Эпиграфом к роману «Капитанская дочь» Пушкин выбрал пословицу «Береги честь с молодым». Мы же предлагаем беречь не только честь, но и здоровье. Не болейте. И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин